С конца июля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проходят занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти занятия стали возможны в рамках реализации проекта «Ролики мечты знаменитой семьи Благоловцевых». Сегодня в программе «Время спорта» мы познакомимся с тренерами этого необычного проекта, его участниками и организаторами. Игорь вместе с мамой Юлией на занятиях уже во второй раз. Но это первый опыт тренировки на роликах. Летний вариант программы «Лыжи мечты» пришелся по душе родителям особенных деток. Ведь лето – пора активного отдыха, а значит самое время для тренировок и открытия новых возможностей. Светлана Юрьевна, в Одинцовском спортивном парке отдыха проходит необычная программа, программа реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья по проекту «Лыжи мечты» семи Благоловцевых. Что это за такой необычный проект? Почему он пришел в Одинцово? Да, вы знаете, это удивительный проект «Лыжи мечты». И самое, наверное, удивительное в нем то, что это личная история. Основатели программы Наталья Сергея Благоловцева. И у них собственный ребенок, Женя, он особенный. И, в общем-то, они тоже занимались лечением, обращались, наверное, и к врачам, и ко всем. Но это мало было эффективно. И они попробовали вот эту программу «Лыжи мечты» на собственном, как говорится, Жене. И все это, конечно, сложилось. Сейчас он уже взрослый, конечно, и там очень огромные есть успехи. И очень важно, что Сергей и Наталья перенесли это все, эту программу, и сделали ее большой. И возможность у других детей появилась заниматься по этой программе. Программа «Лыжи мечты» есть зимняя программа, где дети катаются на лыжах. И с горы, причем с горы. И есть летние программы, которые сейчас тоже запущены. 10 площадок по Московской области запущено. И мы очень рады, что у нас получилось запустить эту историю в Одинцовском районе для наших детей Одинцовского района. Мы получили грант, благотворительный фонд лизинга получил президентский грант. И у нас появилась такая возможность это осуществить. Детки занимаются, 40 человек детей, пройдет 250 занятий здесь у нас. Вообще программа очень обширная. И сейчас, как впервые мы встретились с Натальей 3 года назад, еще в общественной палате, сейчас уже 21 регион Российской Федерации по этой программе. Мне бы хотелось сказать, что помимо того, что дети физически, психоэмоционально становятся, как бы улучшают свое здоровье психическое и физическое, здесь очень важный момент социального лифта. То есть здесь не только дети приходят, но они приходят с родителями, они приходят со своими братьями и сестрами. Это тоже очень-очень важно. Лыжи мечты в России появились благодаря Сергею и Наталье Белоголовцевым. Супруги, имея опыт воспитания ребенка с особенностями развития, предложили реализовать необычный проект на горнолыжных склонах Московской области. Эта программа успешно применяется на Западе. Горные лыжи, как средство реабилитации, позволяют поправить здоровье и детям, и взрослым. В 2014 году программа была запущена на пяти горнолыжных курортах Москвы и Подмосковья. Светлана Юрьевна, по программе реабилитации на роликах проходит обучение около 40 детей. Это максимально возможное количество? Вот сейчас в данном проекте это максимально. Мы сейчас четко выполняем финансовую историю, ту финансовую, которая нам вложена в этот проект, который мы заложили. Это 40 детей, 250 занятий. Занятия будут проходить до конца сентября. Если кто-то из деток не успеет, например, уехали, или, может быть, по 10 занятий пройти, то это немножечко они как бы сдвинутся. Но у нас есть, конечно, опять такая история, мечта, чтобы это все продолжилось. Безусловно, чтобы продолжились и игры, которые будут летние проходить. Возможно, мы перенесем, дай бог, площадку с парка, да, перенесем в закрытую зону. И еще мне бы хотелось сказать о том, что мы уже третий год, Одинцовский район, одни из первых, стали кататься на лыжах, и поэтому много детей. Они катались на других площадках, в Крылатском, но наши дети проходили вот такую репредитацию. Да, вот среди тех деток, которые сегодня на роликах, мы видим, есть те, которые уже попробовали себя на лыжах. Да, да. Конечно, безусловно, есть те, которые попробовали на лыжах, есть те, которые не попробовали и впервые. И здесь надо заметить, что лыжи проще, потому что, если ребенок, например, сам не ходит, то есть специальное оборудование, что вы сейчас видели, и на ролике есть, и на лыжах. А если, например, ролики, то здесь, конечно, нужно более ребенку, как сказать, более усилия принимать, да. Вот, есть такие детки, есть такие. Но это очень важно и правильно. Инструкторы работают, они обученные инструкторы. И, конечно, это большая история для наших детей, такая хорошая, положительная. Терапевтический успех программы «Лыжи мечты» и ее летний вариант ролики подтверждают исследования, которые с 2014 года проводятся в научно-практическом центре детской психоневрологии. Как отмечают специалисты, у детей улучшается координация и осанка, сокращаются спастические симптомы, повышается стойкость к простудным заболеваниям, появляется уверенность в своих силах. А тебе как? Нравится? Нравится? Ну, я хочу сказать, что это достаточно сложно на роликах. Ты такой молодец. Вы на лыжах? Не были. Не были? Не были на лыжах, потому что туда не ездили. Вот смотри, кто на лыжах, это намного легче, даже с оборудованием, потому что это гора. А ты такой молодец, потому что это достаточно сложно физически. Ну, это очень полезно. Вы не могли бы сказать, какие-то есть вот, может быть, сейчас это, ну, не так много занятий прошло, но вот, может быть, какие-то вы как мама. Первое занятие он просто еще не мог понять, что ему надо делать Во-первых, и страх очень было много Перебороть вот этот страх Сейчас он уже знает, что это его требует Он уже результат те, что и с равновесием лучше стало Да, в позвоночниках же здесь равновесие, да? Равновесие очень, потому что первое занятие он даже не мог руки оторвать Сейчас он уже отрывает руки, когда и стоит там Это очень важно Это очень важно В первую очередь мы занимаемся на самом деле с разными диагнозами Это и аутизм, и ДЦП, синдром Дауна и другие особенности Детям самое сложное бывает сконцентрировать внимание У ДЦП большие сложности возникают с движением Мы помогаем комплексно и помочь адаптироваться в социальной среде И помочь развить физические качества То есть после занятий на роликах дети начинают лучше чувствовать равновесие Выравнивается походка У нас инструкторы из-за школы Roll School Это партнеры Лыжи Мечты, которые здесь занимаются Поэтому я считаю это огромная удача и успех Тренеры обучаются по программе Лыжи Мечты Получают сертификат, с которым они могут заниматься с особенными детьми Это касается и лыж, это касается и роликов Я обратила внимание, что много молодежи приходит в тренерский штаб Чем это обусловлено? Ну, мне кажется, это обусловлена прежде мотивация тем, что это тоже необычные люди Потому что я считаю, как и в благотворительных фондах Так же, как и в прекрасной этой программе Лыжи Мечты терапевтического спорта Работают люди, которым небезразличны и неравнодушны Безусловно, они спортсмены или занимались спортом Они умеют кататься на лыжах, умеют кататься на роликах Поэтому мотивация здесь, конечно И мне бы хотелось к этому обратиться ко всем, кто меня увидит Нам очень нужны инструкторы, которые могли бы тоже у нас быть в Одинцово Ну, будет обучение, поэтому мы ищем инструкторов, чтобы было рядом Каким образом можно попасть в эту программу? Значит, можно, во-первых, на сайте И можно обратиться через благотворительный фонд Я представитель программы Лыжи Мечты по Московской области Но через сайт это вообще элементарно делать Мне бы хотелось сказать огромное спасибо администрации Одинцовского района Главе Одинцовского района Андрею Рубичу Иванову И администрации парка за предоставленную безвозмездную площадку для наших детей Меня зовут Юлия Козенкова Я мама Игоря Нам 7 лет Диагноз у нас эписиндром, с которым мы сейчас успешно боремся И ДЦП Эти занятия Лыжи Мечты мы посещаем уже второй раз Но это было два года назад и зимой За это время, то есть занятия нерегулярные Вот сейчас хотим попробовать летом позаниматься И надеемся, что все-таки достигнем успехов Потому что за два года мы с Божьей помощью научились ходить Пусть не очень уверены, но все-таки сами стоим на ножках Огромная благодарность организаторам всех этих мероприятий И надеемся на дальнейшее сотрудничество Ролики как средство терапии Сложно поверить, но уже с первых занятий по программе реабилитации Есть результаты Неудивительно, что к этому проекту присоединяется все больше участников На данный момент их более 4,5 тысяч Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Кировск, Екатеринбург В новом сезоне Лыжи Мечты ждут десятки регионов А Лыжи могут появиться в Одинцово? Вы знаете, это вообще мечта Причем та мечта, которую мы обсуждали И которую поддерживала администрация Одинцовского района Но сейчас мы все понимаем, что у нас очень тяжелый период В плане экономическом И это требует больших, конечно, средств Но мы надеемся Мы надеемся и будем искать Потому что и у Натальи, и у Сергея, и у нас у всех Эта мечта живет, чтобы, конечно, построить горы И тогда бы здесь уже была и гора Дети занимались здесь Был бы штаб-квартира здесь Но когда наступит время занятий То наши дети также продолжат заниматься лыжами Только на других площадках Пока Еще мне бы хотелось сказать Что мы стараемся все-таки брать деток Тех, которые, ну, может быть, не так обеспечены материально Дети те, которые... Это, во-первых, наши подопечные Которые мы параллельно занимаемся лечением Реабилитацией Помогаем ЭКГ-мониторинге То есть мы понимаем о том, что им нужна вот эта поддержка Мы планируем в сентябре месяце, в конце сентября провести мероприятие Именно открытие программы ролики по всей Московской области Сюда приедут ребятки из других районов Мы, кстати, реабилитационные центры уже тоже запустили эти программы И, конечно, будут наши дети Одинцовские Вот мы сейчас покатаемся Здесь будут очень интересные мастер-классы Так что праздник будет замечательный Мы всех приглашаем обязательно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова